Всем привет! Я Рита Мурадова и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим на самом деле об очень такой теме, которая обычно не упоминается, о которой обычно не говорят. Это тема того, как выглядеть собрано, но непринужденно. Такой классический подход je ne sais quoi француженок, когда ты как бы выглядишь так, что ты оделся, ты достаточно стилен, но нет ощущения, что ты часами стоял у зеркала. И на самом деле, я должна сказать, я путешествую достаточно часто, поэтому это без каких-либо предубеждений, стереотипов, и то, что я вижу, сразу вам транслирую. Из-за того, что я путешествую, я вижу стиль девушек большинства, девушек различных стран и городов, и могу с уверенностью сказать, что так как у нас девушки в странах СНГ стараются и выверяют каждый элементик наряда, так не старается никто. И иногда это плюс, но достаточно часто это минус, потому что в итоге ты выглядишь так, как будто бы ты четыре часа подряд собирался стоя у зеркала, и каждую пуговичку поправлял, и это к этому подбирал. А все-таки легкая, даже не то чтобы небрежность, а ненарочитость, она идет на пользу. Образу она снимает стресс человека, и на самом деле есть вот такие небольшие секреты в сборе лука, которые помогут достичь этого эффекта, даже если вы наряд планировали реально четыре часа. Так что если тема «je ne sais quoi» францужина к вам интересна, продолжайте смотреть. Также напоминаю о том, что у нас уже на финальном этапе находится регистрация на курсы наших лекторов на образовательной платформе «Модеизм». Это курс 50 главных имен в мире моды, который везет невероятнейший эксперт LVMH концерна Алексей Краевский, чувак, который знает абсолютно все о моде, об исторических известных личностях. И этот курс особен именно тем, что мы углубляемся не просто, допустим, в какой-то силуэт, который когда-то был актуален, а мы разбираем на примере биографии каждой из этих личностей, что помогло им стать тем, кем они стали, что они перенесли в мир моды, и среди этих 50 личностей есть личности известные сейчас, а есть и забытые, но изделия, изобретения которых носят и используют до сих пор, что безумно важно, и этот курс в первую очередь подойдет, безусловно, стилистам, практикующим, начинающим, всем, кто любит мир моды, все, кто им интересуется, все, кто так или иначе с ним соприкасаются, допустим, в позиции журналиста, фэшн-журналиста, фэшн-стилиста или, в принципе, те, кто хотели бы лучше узнать исторический аспект моды, через личности и также их изобретение и вклад в мир моды. Это безумно ценный курс, а Алексей Краевский, без преувеличения, это один из лучших лекторов и людей, которые умеют верно, красиво и как песню выражать свои мысли, он кладет знаний, так что я очень его курс рекомендую, для регистрации на него кликаем по ссылке под этим видео. Также у нас продолжается регистрация на наш бестселлер-курс фэшн-стилист, нашего фэшн-стилиста, талантливейшей Анны Гончаровой, которая работала со всеми абсолютно модными изданиями, Харпер Глазар, Ле Фисьель, Вога и так далее, человека, который знает от начала и до конца, как построить фэшн-съемку, как подготовить команду, как собирать луки, где собирать луки, как создать интересные луки на фэшн-съемку, и также, чем вообще одежда и создание луков для кадра отличается от создания луков для людей в обычной жизни. И в рамках этого курса у вас будет от начала и до конца проведение по всем аспектам этой профессии, и также курсовая будет создать вашу личную фэшн-съемку, которую, естественно, потом будет оценивать Анна Гончарова. Я очень советую этот курс. Более того, могу сразу сказать, что большинство выпускников этого курса в итоге у нас становятся реальными фэшн-стилистами, работают с брендами, работают и создают свои бренды, так что этот курс вообще стал каким-то счастливым талисманом для многих, кто его проходил. Для регистрации него кликаем по ссылке под этим видео. И продолжается регистрация на наш курс-бестселлер, курс «История моды» Зои Звеницковской. Это курс «История моды XX-XXI века» от начала и до конца. Самые главные силуэты, основные моменты, которые происходили, какие-то исторические события, которые потом влияли на модный мир. И вообще это такой супер важный от начала и до конца базовый и с надстройками курс для всех, кто хотел бы просто в одном курсе получить все понимание истории моды. Не частичками, не где-то что-то услышать, а от начала и до конца. Огромный массив информации. Более того, еще очень интересно, что Зоя Звеницковская, она историк, моды и фэшн-аналитик. И вся информация, которая в курсе, это не та информация, которую вы обычно прочитаете в интернете, потому что каждый из этих элементов Зоя Звеницковская сама анализировала, интерпретировала и рассказывала. И некоторые, допустим, фотографии, примеры силуэта, каких-то позиций, изобретений будут абсолютно архивными. Вы вообще нигде их, кроме этого курса, не найдете. Очень ценный курс. Не зря он наш бестселлер уже какой сезон подряд. Перегистраться на него также кликаем по ссылке под этим видео. А мы с вами переходим в первый пункт, который не самый очевидный. Я достаточно часто его подмечаю. Это мы не мэчим сумку и обувь чаще всего. Особенно, если мы говорим про достаточно базовые наряды, без каких-то архитектурных интересных форм, без спринтов и так далее и тому подобное. Если у вас наряд состоит, допустим, из базовых джинсов, футболки, обуви и сумки, или базовых джинсов, рубашки, обуви и сумки, то чаще всего, когда вы мэчите по оттенку, то есть стараетесь подобрать по оттенку обувь, сумки и наоборот, вы очень расслабляете наряд, создается впечатление, что вы прямо старались детально замечить этот цвет, и чаще всего, более того, еще и цвет не мэчится. Тут будет на полтона темнее, тут на полтона светлее, и это выглядит немножко таким вот непопаданием, как будто вы старались, но промахнулись. Это первое. А второе, за счет того, что наряд сам по себе достаточно базовый, когда вы еще и две позиции абсолютно идентичные по оттенку выбираете, вы еще меньше делаете завершенность снаряда, что в итоге его не просто расслабляет, а делает менее завершенным, менее интересным, менее глубоким. Поэтому, если вы выбираете сумку и обувь, я советую действительно практически всегда, в большинстве случаев, если у вас базовые наряды из базовых силуэтов и так далее, выбирать разных оттенков, разных материалов, хотя бы разных материалов. Если у вас уже один и тот же оттенок, то тогда, допустим, если у вас черная обувь, черная сумка, пусть сумка будет, блин, замшевой, а обувь кожаной, или наоборот, чтобы хоть как-то добавить глубины наряду, и он смотрелся более расслабленным и при этом более завершенным, что очень интересно. Поэтому получается, что на самом деле вот это правило, которое очень долго всем твердили, что сумка должна мэчиться с обувью, оно и обычно убивает наряд. И вот это ощущение гиперподобранности вещей друг под друга, это действительно то, чего мы хотели бы избежать, чтобы наряд выглядел более интересным, глубоким и расслабленным. Это уже, кстати, касается и подбора фурнитуры друг под друга. На самом деле, когда вы подбираете, допустим, золотые пуговицы под золотую фурнитуру сумки и под золотую фурнитуру на обуви, вы в итоге очень сильно перебарщиваете. Образ выглядит перегруженным этим золотом, поэтому самый классный способ – это как раз выбирать мисмэчт фурнитуру, когда один финиш у нас бронзовый, другой серебряный. И наоборот, тогда образ получается лаконичным, приятным глазу и без оверстепней завершенности наряда. Еще один момент, на который стоит обращать внимание, когда мы собираем образ, чтобы он не был слишком таким нагроможденным, когда вы выбираете несколько украшений, я имею в виду несколько подвесок, очень важно, чтобы они не переплетались друг с другом и не наслаивались. Я знаю, что сейчас многие до сих пор любят вот этот процесс, где маленькие аккуратные подвески мы надеваем несколько сразу, допустим, три одной длины, другой и так далее, но достаточно часто бывает, что они приблизительно на одной длине, на одном уровне заканчиваются от посадки, и тогда они начинают друг с другом переплетаться, это просто выглядит очень беспорядочно, ни одно из них четко не видно, и эстетика наряда рушится, есть ощущение, что вы, опять же, очень долго подбирали, чтобы сюда добавить, и в итоге переборщили. Поэтому то, что я советую, первое, либо выбирать одно стейтмент-украшение, либо выбирать одно деликатное, либо, когда вы надеваете несколько подвесок, обращать внимание, чтобы они действительно были на разном уровне. Еще один момент, который всегда, практически, выдает, для меня лично, зачастую, именно жительниц СНГ, это перебор с макияжем к будничному наряду. Например, на мне сегодня достаточно базовая по наполнению, интересная по форме, но не слишком овер-веща. Это наряд на каждый день, сейчас день, это наряд не на вечер. И обычно с таким нарядом у очень многих я вижу практически вечерний макияж. Макияж, смоуки, накладные ресницы, красные губы, очень много румян, налакированные уже уложенные волосы и так далее. И все эти элементы, вся верхняя часть уже невозможно отрезать. Ну, в буквальном смысле, конечно, возможно, нежелательно. Но я имею в виду то, что когда вы к наряду добавляете какой-либо макияж или какую-либо прическу, это также влияет на степень завершенности наряда. И здесь вы однозначно делаете перебор. То есть, по факту, я часто вижу девушек даже в спортивном, блин, костюме с кроссовками, которые уже с вечерним макияжем, которые уже с накладными ресницами, с красными губами, с верешками, со всем чем угодно. Должен быть баланс посыла наряда и также посыл макияжа. Макияж не зря считается вечерним. И вечерний макияж для того и создан, чтобы в темноте его просто лучше было видно. Потому что в темноте натуральный макияж полностью теряется, и там словно глаз незаметно настолько активно, как вам нужно было бы. Поэтому в обычной жизни, если вы не хотите переборщивать, то вечерний или очень активный макияж, даже, блин, эти накладные ресницы, нарощенные, которые достаточно часто выглядят неестественно, вот такими для меня это какие-то два паука, которые на глазах сидят и моргают за вас. Это всегда странно выглядит, особенно когда у вас другого макияжа нет, и просто девушка идет без макияжа с вот этими накладными ресницами. Это вообще отдельная история, кстати. Это все портит общее впечатление от наряда. В большинстве случаев, в большинстве случаев, с любым нарядом, который вы надеваете в течение дня, просто накрашенных ресниц, просто бальзама на губах, аккуратных бровей, легкого тона будет более чем достаточно, и тогда вот это впечатление же на секуа будет продолжаться. В образе достаточно классно смотрится практически всегда, когда мы не выбираем одну и ту же фактуру, я это уже упоминала немного ранее. Допустим, у нас сапоги кожаные, сумка кожаная, одинаковая кожа, одинаковый цвет, одинаковый финиш, денимовые джинсы, денимовая рубашка и так далее. А когда мы берем разные и как раз полярные фактуры, даже в рамках супер монохромного образа. То есть, если на вас трикотажный топ, трикотажные брюки, трикотажный, не знаю, какой-то мягенький жакет и сумка, это выглядит, допустим, так себе, еще какая-то вязаная. А если на вас трикотажный комплект, но при этом шерстяной жакет сверху, то за счет того, что появляется новая фактура, наряд даже при монохроме выглядит намного более интересно. И опять же, не создается впечатление, что вы, как и с цветом, очень скрупулезно подбирали одно под другое. Опять же, какая-то легкость, небрежность, но какая-то правильная небрежность в создании образа, она практически всегда, даже на самом деле, всегда приветствуется, даже с вечерними нарядами, как ни странно. Поэтому полярные фактуры в рамках одного образа, даже если достаточно базовые вещи, это может быть базовый свитер, но вязка, базовые кожаные брюки, но кожа, уже за счет того, что это разные фактуры, пусть даже если свитер черный и брюки кожаные черные, уже более интересно, чем кожа-кожа-кожа, трикотаж-трикотаж-трикотаж, и вы меня поняли. Еще один момент, который на самом деле очень спорный, я знаю, многие спорят по поводу того, можно ли носить телесные колготки и так далее. На самом деле можно, но есть большой, один важнейший момент, когда вы выбираете телесные колготки. Более того, на самом деле, есть дресс-коды, в которых только телесные колготки, это обычно офисные дресс-коды, можно носить. Тут никакого другого случая не предоставляется. Вам нужно, вам необходимо выбрать себе телесные колготки. Поэтому тут вопрос только в том, насколько они действительно повторяют оттенок вашего тела. Потому что если колготки практически желтые, а у вас холодный подтон кожи, вы в итоге будете выглядеть как человек с какими-то клоунскими, или картун такими, типа нарисованными ногами, и наоборот. Поэтому очень важно взять сразу несколько брендов, приобрести или пойти в магазины и наложить этот оттенок колготок либо на часть ноги, на коленку, либо на руку хотя бы, в крайнем случае, чтобы понять, насколько он отличается от оттенка вашей кожи. Более того, есть еще и глубина оттенка. Потому что для кого-то телесный это оттенок мокка, потому что достаточно загорелая, смуглая кожа. А для кого-то телесный это практически белый, потому что кожа просто фарфоровая. Поэтому очень важно оттенок телесных колготок подобрать под себя. И иногда даже бывают не только в рамках офисного дресс-кода образы, где телесные колготки будут смотреться более расслабленно и аккуратно, чем те же полупрозрачные черные. Поэтому абсолютно каждой девушке я бы советовала раз в какой-то момент пойти и подобрать себе бренд, оттенок и размер колготок, которые идеально телесные лично для вас. Заказайте их там сразу пять штук, пусть они у вас лежат на любой случай жизни, они вам пригодятся. И когда они действительно телесные, с ними вообще никаких вопросов нет. Еще один момент, который достаточно часто портит идею наряда, и сам наряд сыпется, и в целом он смотрится немножко нарочито, это когда мы верхний слой изделий выбираем слишком тонкий, и он тоньше, чем внутренний. Чаще всего это встречается, когда девушки хотят одеться в стиле прэппи, и поверх какой-то хлопковой плотной рубашки, или какой-то фактурной блузы, надевают тонкий трикотажный джемпер. И тогда вся фактура блузы, вся фактура рубашки прослеживается через ткань этого джемпера. Поэтому самое универсальное правило, которое позволяет наряду выглядеть собрано, но при этом не нарочито, и наряд не сыпется, выглядит аккуратно, это любой верхний слой должен быть плотнее предыдущего. Это значит, что если вы поверх этой рубашки и джемпера сверху решили надеть еще и шерстяной жакет, и я знаю, что кому-то это комфортно, кому-то нет, мы с вами же обсуждали, что для кого-то многослойность ок, для кого-то не ок, но для тех, для кого ок, жакет должен быть еще плотнее свитера. Потому что вы, допустим, приходите в мою любимую зару, а в этой зале эти тонкие тряпочные жакеты, вы этот жакет натягиваете на плотный свитер, или на плотный джемпер, и вся фактура свитера или джемпера просвечивается, проглядывается под тонким жакетом, который вообще просто падает на ткань. И в итоге, опять же, образ не работает. Еще один момент, который очень и поднижает совершенность наряда, и опять же, есть вот это вот ощущение, оно практически в каждом из пунктов прослеживается, и его мы как раз стараемся для того, чтобы получить это ненарочитость, избежать. Желание все подогнать друг под друга, и в этом случае этот пункт это, когда изделие заканчивается на одном уровне. Я очень часто вижу, рубашка заканчивается на том уровне, что и жакет, или футболка на том уровне, что и свитер, или платье, допустим, мини заканчивается на том уровне, что и жакет, который мы надеваем сверху. И как раз, как ни странно, именно то, что мы настолько выверяем длину одного изделия и другого, повышает завершенность снаряда, делает слишком много фокуса в этой точке, а достаточно часто это может быть еще точка, которую мы наоборот хотели бы, допустим, откорректировать. И в итоге, из-за отсутствия асимметрии, которая везде абсолютно, и в нашей внешности, и в фигуре, и во всей природе присутствует, этот наряд выглядит немножко фейковым. И это как раз то ощущение, которое от большинства, несоблюдение большинства этих пунктов происходит, что у нас какой-то практически сценический, неестественный образ получается, а нам нужно уйти от этого ощущения. Поэтому самый лучший прием, просто наблюдайте, и когда вы выбираете рубашку, пусть рубашка немного выглядывает из-под жакета, или наоборот, футболка заканчивается сильно короче жакета, или платье выглядывает из-под жакета, или жакет сильно длиннее платья. И тоже касается верхней одежды. Не проблема, кстати, когда пальто короче платье, это не проблема, или наоборот. Но самое не классное, это когда все абсолютно на одном уровне, то есть джинсы заканчиваются ровно там же, где и наше пальто, и там же начинаются ботильоны. И тогда это какой-то слишком неверно архитектурный образ. Пишите в комментариях внизу, какой из этих советов вам чаще всего пригодился уже в жизни или пригодится, или какие моменты вы наблюдали в одежде людей, окружающих людей, в онлайне, которые вы чувствуете очень вредят ощущению легкости, которые дают, наоборот, ощущение перегруженности образа. Все это пишите в комментариях внизу. Давайте делать энциклопедию условно таких ошибок, которых лучше избегать. На сегодня это все. Люблю целую. Ваша Вита.